Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители ТИП-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Константин Боровой, известный офисный деятель, политик-предприниматель. Здравствуйте, Константин Боровой. Здравствуйте, Михаил. Константин Боровой, первый вопрос, который я хочу сегодня задать, это, конечно, выступление президента в Бундестаге. Президент Украины вновь заявил о том, что нынешнее поколение украинцев не передаст эту войну следующему поколению, российскую агрессию и так далее, и будет биться до того момента, пока мир не будет достигнут на украинских условиях. Впереди швейцарский саммит мира, уже понятно, кто там будет, кто не будет. Какие ваши прогнозы в отношении швейцарского саммита мира и как вы относитесь к разного рода публикациям, которые появляются и Financial Times, и Times, которые, ну, скажем, посвящены вроде как внутренней ситуации в Украине, но на самом деле они носят, ну, давлеющие в отношении, там, Владимира Зеленского, президента Украины. Как вы считаете? Мне кажется, Владимиру Зеленскому стоит спокойнее относиться к критике, который иногда возникает по отношению к нему. Критика по поводу, ну, несимметричного, неадекватного поведения главы его администрации. Она, по-видимому, имеет смысл. Во всяком случае, об этом заявляют послы, которые заметили, что существует помимо президента регулирования этого процесса, допуска к президенту, дискуссии. Ну, надо доверять послам. И я думаю, что это общая проблема, которая была в России в свое время. Эта проблема не только в России, она была и в других государствах, когда на главу государства оказывали влияние любовницы, помощники. Вот в России был период, когда Коржаков, охранник президента Ельцина, принимал решение, кто должен быть допущен к Ельцину, кто не должен быть. И это кончилось тем, что он начал принимать решение, кому необходимо выдать лицензии на разработку месторождения, а кому нельзя выдавать. Вот. Он начал принимать политические решения. Значит, кого допустить до выборов, кого не допускать до выборов. Это неправильно. И это не пропаганда, конечно, против Украины. Я думаю, что Зеленскому стоит обратить внимание на ситуацию, которая сложилась с его администрацией. Против Украины велась пропагандистская кампания. Очень серьезная, очень опасная. Но то, что касается вот этих событий, связанных с Ермаком, к пропаганде это не имеет отношения. Теперь швейцарский форум. Это очень цивилизованная попытка призвать мировое сообщество, обратить его внимание на войну в центре Европы. Это очень правильное решение Зеленского. И формулу, которую он, так сказать, продвигает, она тоже хороша, нужна, но нереализуема. Значит, остановить агрессора, остановить Путина призывами к миру, даже такими громкими, как вот предполагается, так сказать, швейцарский форум, невозможно. Путина необходимо останавливать силой, силой оружия. Это очевидно совершенно. И то, что Зеленский пытается заменить дискуссию, скажем, с Соединенными Штатами, с демократической администрацией о поставке необходимого количества оружия, дискуссии с лидером мирового сообщества, о необходимости остановки войны, ну, это просто бессмысленное дело, понимаете, совершенно бессмысленное дело. И понятно желание Зеленского идти таким не лобовым путем в решении сложных политических вопросов. Он не хочет ссориться с Джо Байденом, да. Он не хочет конфликта и заменяет вот эту не сложившуюся ситуацию с поставками оружия, дискуссии о мире. Ну, дело полезное, но бессмысленное, безусловно. Да, Константинович, мы читаем в прессе сообщение о том, что Запад вечно, ну, знаете, вот как буквально цепи накидывает на украинскую стратегию, то есть постоянно задает параметры, куда Украина может бить, а куда Украина бить не может. Вот военные эксперты, с которыми я общаюсь, и вы общаетесь с ними, они говорят о том, что война – это война. Алигерку кумалигерк, на войне – это война. Почему Запад постоянно, значит, выдает СУ в отношении военных действий, которые ведет Украина? Куда можно бить, куда нельзя, когда есть, значит, ограничения по километражу и прочее. Так же война не ведется. Это что, подыгрыш диктатора Путина, как вы считаете? Во-первых, это не Запад делает, но это делает администрация демократической партии, которая сдерживает Зеленского, сдерживает разными путями, сдерживает, уменьшая поставки вооружений, сдерживает политически, сдерживает ограничениями. Что такое поставки противоракетных систем или системы нападения, у которых ограничен диапазон действий? Понимаете? Это ну, проявление некого соглашения между демократической администрацией и Путиным. У нас нет никаких сомнений уже давно, что это соглашение существует, действует, что оно существовало еще до начала войны. И еще до начала войны поставки из Великобритании была сделана попытка остановить эти поставки, не допустить их. В общем, план демократической администрации состоял в том, чтобы повторить то, что успешно произошло в 2014 году, когда без фактически без единого выстрела Путину передали территорию, значительную часть территории Украины, Крым. Вот. В последнем случае значит это не получилось. в 22-м году. Вот. Но идея была именно в этом. И изменение этой стратегии произойдет только тогда, когда демократическая администрация отойдет от власти. Константин, возвращаясь к международным публикациям, тут в Financial Times появилась публикация, которая касается Мустафына Ем, известного украинского журналиста, который потом стал политиком, был в БВП, а потом перешел в другую политическую команду. И в общем вчера он подал отставку с поста руководителя агентства по восстановлению Украины. И тут же появилась публикация о том, что Запад недоволен такими-то кадровыми изменениями. у меня у меня вот какой-то вопрос. А какое должно быть вообще дело Западу до кадровых изменений, которые ведет суверенная Украина, с легитимным, признанным президентом Украины, кабинетом министром Украины, руководителем администрации, президентом офиса президента. Не кажется ли вам, что Запад в данном случае тоже перегибает палку, пытаясь влиять на кадровую политику президента Украины? Вы знаете, да, это было бы так, если бы все было в порядке в Украине, но это проявление более опасных тенденций, и это видно Западу в том числе, и проявляющихся авторитарных тенденций, и скажем, то, о чем мы уже с вами говорили по поводу главы администрации президента Ермака. Это все очень волнует, это все, понимаете, скрыть невозможно, это все видно, и реакция Запада была бы необоснованной, и против нее можно было возражать, если бы такие, такая реакция не была бы намеком на более сложные обстоятельства. Извините. Константинович, я вчера посмотрел, почему-то торговый оборот между Соединенными Штатами Америки и Россией, он за последние несколько месяцев вырос. То же самое касается европейских стран и России. А как так получается, что пока Россия ведет агрессию против Укрины, и президент Укрины борется с этой агрессией, Запад торгует с Россией? Как это получается? Тогда можно... Получается, что Украина, ведя войну с Россией, продолжает торговый оборот с Россией, и более того, в этом торговом обороте участвуют комплектующие, связанные с вооружением, А как получается, что несколько схем обхода санкций, они происходят через Украину, там, очевидно, коррупционные схемы. Мир устроен сложно, мы с вами присутствуем при явлении, которое Украина не очень хочет видеть, замечать. Эта война была начата на основе соглашения между демократической администрацией и Путиным. Окружение Путина выступало против этой войны, и Путин убеждал своих, так сказать, сотрудников в том, что будет повторена схема, реализованная с Крымом, именно потому, что у него было соглашение с Соединенными Штатами. Ну, вот, задавать такой общий вопрос, почему продолжается торговля, не видя или не желая видеть, ну, очевидные, так сказать, факты, связанные с соглашением демократической администрации с Россией, то, что делает Зеленский, понимаете, ну, это, по крайней мере, не позволяет понять ситуацию, понимаете, вот, ленд-лиз, тоже, такой же вопрос, значит, Нижняя Палата принимает закон, а ленд-лизи, Сенат его утверждает, а президент не хочет его исполнять, именно потому, что неограниченные поставки вооружений могут привести к победе Украины, могут привести к целям, которые заявляет Зеленский, выход на границы девяносто первого года, и почему-то там Ермак, Зеленский, так сказать, вся информационно-идеологическая компания Украины, начинает вдруг говорить о том, что там, а нам и не нужен этот ленд-лиз, вот, и в общем, мы находились на краю настоящей катастрофы, когда поставки вооружений могли быть остановлены совсем, понимаете, то есть Зеленский играет, пытается играть и на стороне демократической администрации, подыгрывая в ее, в общем, не очень честной позиции, и на стороне Украины, то есть, ну, на своей стороне, ну, так не бывает, тут надо, так сказать, выбирать, либо ты, значит, думаешь об Украине, тогда необходимо честно говорить, что сегодня Украина сражается не только с Путиным, она сражается еще с демократической администрацией, которая находится на стороне Путина, вот, это сложная для Украины ситуация, простых называть то, что последнее время стало, ну, просто основным трендом призывы к миру называют ИПСО, значит, России, ну, вот, призыв к замораживанию конфликта, то, чем я занимаюсь там, то, к чему призывают Папа Римский, там, Маск, ну, многие политики, ну, это какая-то неточность, по крайней мере, знаете, во внешней, в своей проведении политики Украины? Ну, с другой стороны, Константин Анча дорогу осилит идущий, и здесь у президента Украины, безусловно, есть свой взгляд на мир, и если бы я имею в виду мир в широком смысле, и действительно, ну, историю же делают люди с определенной видой, силой боли, люди, которые могут навязать другим людям свою волю, и президент Украины хочет быть таким человеком, то есть человеком, который сможет переломать вот этот паттерн. Знаете, кроме силы воли, безусловно, очень важного фактора, еще нужен головной мозг, нужна высокая экспертиза, нужна точная экспертиза, ну, вот, в политике Украины, и это проявляется уже давно, этой экспертизы нет, мы поддерживали Зеленского, я поддерживал Зеленского, понимая, что он не принадлежит к агорте вот этих циников в политике, которых было достаточно в Украине, что он человек новый, вот, но, когда я его поддерживал, я видел, что премьер-министром у Зеленского может стать Саакашвили, понимаете, и об этом, в общем, довольно громко говорилось тогда, и я предполагал, что в его окружении появится много экспертов, но заменить всех экспертов не очень дальновидным, не очень профессиональным сценаристом Ермаком, и это не самая мудрая позиция Зеленского. Ну, во-первых, Андрей Борисович Ермак, он не сценарист, он юрист, это первое, во-вторых, все отмечают его огромную трудоспособность, он, к тому же, кроме руководства администрации, является политическим советником президента, и он выстроил действительно такую эффективную вертикаль, это тоже правда, но просто вы говорите, но он не является сценаристом, никогда им не был, он был предпринимателем, он юрист, и сценаристом он никогда не был. Это метафора, Михаил, я имел в виду его работу в квартале 95. Ну, Константин, опять же, как бы, все люди где-то работали, факт в том, что он действительно выстроил эффективную систему менеджмента офиса президента, и именно поэтому по нему идет такая информационная кампания на Западе. Эта эффективная система работает сегодня против Украины, идет поддержка демократической администрации, просто пропагандистская, идет пропагандистская кампания против журналистов, которые с очень полезной критикой выступают по отношению к тому же Ермаку. Понимаете, нет идеальных людей, Михаил, и Ермак совершает ошибки, и это очень полезно, то, что его критикуют, и ситуация в Украине не идеальна, и она должна корректироваться. Вы меня видите, Константинович? Да. Отлично. Константинович, у меня будет к вам такой вот финальный вопрос, он касается все-таки выборов в СССР. Сегодня суд присяжных вынес вердикт в отношении сына президента Байдена, Хэнтера Байдена, как это может повлиять на дальнейшую избирательную гонку СССР. Фактически мы имеем ситуацию, когда и к президенту Байдену есть очень много вопросов, и к кандидату президента Трампа есть очень много вопросов. Ну, ситуация с компьютером Хантера Байдена, с обвинением Хантера Байдена, безусловно, это вопрос, связанный с коррупцией семьи Байдена. Коррупции, касающейся неправовых отношений и с Украиной, и с Украиной, и с Китаем, и в нескольких еще случаях. Вот. И это по существу суд на Джо Байдена. Вот. То, что касается Хантера Байдена, безусловно, Джо Байден уже ответил, что он не будет помиловать своего, так сказать, сына. Но ясно совершенно, что он именно это и сделает. Политики иногда говорят о том, что мы не будем делать вот этого, этого и этого, перед тем, как именно это, это, это сделать. Вот. Это обвинение Джо Байдена, которое добавляет в его список, так сказать, преступлений по существу. Вот. еще несколько галочек. Это наносит очень серьезный ущерб Джо Байдену и пропаганда в Соединенных Штатах, пропаганда демократической администрации борется с этой ситуацией, отвлекая внимание общества на ну совершенно там не не криминальные судебные процессы, скажем, Трампа, там по секретным документам, по этой порно актрисе, по другим случаям. Вот. Но это политическая борьба, к сожалению, она принимает формы такие нецивилизованные. Но она принимает эти нецивилизованные формы, начиная с 16 года, когда при очевидных соглашениях между демократами, между Байденом и Путиным, Трампа обвиняли в этих связях, при очевидных коррупционных преступлениях, скажем, связанных с муризмой, когда Джо Байден просто на камеру говорил, шантажировал Порошенко, в этом обвинили Трампа. Но это такая политическая борьба грязная, которая появляется тогда, когда у власти находятся социалисты. У них нет моральных ограничений тех, которые существуют у традиционалистов. не кажется ли вам, что мы сейчас на пороге глобального тренда, когда маятник качнулся в другую сторону, и люди устали от социализма как такового в политике, и мы это видим даже на уровне выборов Европейского парламента, и победы достаточно радикальной политической партии Марии Липен. хоть и системной, но радикальной. Таро и Макрон распустил, вы знаете, национальное собрание, потому что он должен идти на выборы, и его партия проиграла в два раза Липен. Является ли это в общем, скажем так, и, кстати, в Германии то же самое, вот неким таким трендом на борьбу с ливизной, которая заполонила уже все? Ну, если вы посмотрите наши предыдущие эфиры, то вы там увидите предсказание или обсуждение этого вопроса о том, что этот тренд начинается там и год назад это было сказано и начинает проявляться мир устал от социалистов, мир устал от неэффективной экономики политической системы, от пропаганды всего хорошего против всего плохого. Это то, чем обычно занимаются социалисты, которые не просто концептуально не умеют управлять государством, не умеют управлять экономикой, и вот эти негативные явления в одинаковой степени, в разной форме, но в одинаковой степени проявляющиеся в Европе и в Соединенные Штаты, вот это потоки огромные эмиграции, там в Соединенных Штатах просто нелегальные эмиграции. Это очень опасные явления, которые поддерживаются властью в своих интересах. Вот, и это опасно, это недопустимо, и против этого выступают просто люди, граждане, избиратели, и то, что социалисты или многие левые политические партии продолжают продвигать эту позицию, этот тренд, ну, вот они в результате проигрывают выборы, это естественный процесс. Мир качнулся вправо, мир больше не хочет строительства социализма, коммунизма, то, что началось в начале XX века как общий тренд, общая тенденция. Ну, вот, значит, после Второй мировой войны во Франции именно коммунисты и левые и социалисты заставили генерала Деголя, президента Франции тогда отказаться от сотрудничества в рамках НАТО, начать менять внутреннюю и внешнюю политику в интересах социалистов. Это вот сейчас пришло понимание во Франции того, что это недопустимо. Ну, Константин, здесь я чуть-чуть с вами не соглашусь, все-таки этот сам Деголин носился с идеей так называемого союза государств Европы, то есть он выступал против наднациональной интеграции внутри европейского сознания, считал, что можно по сути ограничиться тем же форматом, что и в Совете Европы. Просто объединение государств по отдельным интересам, как БРИКС. Вы понимаете, наверное, понимаете, что одно дело позиция политическая и программы действия, а другое дело необходимость принятия тех или иных решений в реальных политических условиях. Во Франции тогда была очень сильна коммунистическая партия, и речь шла о том, что они просто могут прийти к власти. И Деголю приходилось лавировать в этих условиях при том, что большинство граждан Франции готовы были поддержать коммунистов и социалистов. Институт Антон, из самого последнего 2 минуты, все-таки, поскольку тему я очень хотел с вами обсудить, это заявление Турции по присоединению к БРИКС. На ваш взгляд, это серьезные изменения геополитического ландшафта. Стоит ли придавать этому значение? Короткий вопрос. Да, безусловно, стоит придавать этому значение, просто сегодня это тактическое решение, которое принимает Эрдоган в условиях, когда ему нужно просто сохранить свою власть, когда он теряет эту власть, власть его ослабла, и вместо него могут прийти к власти радикалы, нам бы не хотелось, чтобы к власти в Турции пришли аятоллы, как в Иране, или во всяком случае радикальные исламисты, мы в этом случае потеряем мы западное сообщество потеряем очень влиятельного союзника, вот, он борется за сохранение собственной власти, лавирует, мы тоже это очень много обсуждали, многие решения, которые принимает Эрдоган, они связаны с необходимостью защиты власти, сохранения власти. Спасибо вам большое за это интервью, друзья, с ним был Коксин Томатич Боровой, здесь на общественные дети, понимаете, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Спасибо.